Качество питьевой воды соответствует нормативам. Водоснабжение и водоотведение всех категорий абонентов осуществляется в полном объеме. Устраняем порывы на водопроводных сетях, заторы на канализационных сетях. Выявили в плановый ремонт 8 единиц оборудования. Проводим установку на место из-за замены железобетонных крышек на колодцах после очистки снега на дорогах, тротуарах. Проводим очистку от снега колодцев с позварными гидрантами, канализационных колодцев. Уровень водохранилища на ингулеца 74-82. Открыт затвор номер 1 на 18 сантиметров, что обозначает 12 метров в секунду пропуск. Осуществляем на сегодняшний день. С 10 числа канал Днепр-Ингулец прекратил подачу дипровской воды. Сейчас за счет таяния мы осуществляем пропуск воды на Карачуновское водохранилище города Кривого Рога. Химические реагенты по водоподготовке и водоотведению в наличии. Поставка хлора 22-го, задолженность по электроэнергии на 1-е, 2-е, 3 миллиона 763. Пакеты документов по 20-й постанове по льготам и субсидиям на сумму 996 тысяч, так и находится в казначействе Украины, пока без движения финансирования с государственного бюджета нет. На сумму 1,2 млн. находится на согласовании в энергорынке, тоже поступает на казначействе Украины. Заработная плата выплачена в полном объеме, за потребительный газ оплачено 100%. Задолженность по налоговым обязательствам 4 млн. 309 тысяч. Нормативная численность работников 672 человека, фактическая 364, комплектовность 54%. 10.02. состоялось заседание областной комиссии по расчетам за энергоносителей и обеспечению энергоносителей в области, на котором мы присутствовали вместе с городским головой. Заседание проходило под председателем первого заместителя губернатора. Очень жестко и серьезно были поставлены задачи о необходимости погашения задолженности за потребленную электроэнергию водоканалами области. И 100% оплаты текущего потребления. Для этого я призываю всех потребителей, как юридических лиц, так и физических лиц, населения, вовремя осуществлять оплату за потребленные услуги водоснабжения и водоотведения, для того, чтобы предприятие имело возможность рассчитываться за энергоносителей, естественно, избежать проблемы отключения. Проблема эта существует, об этом было сказано на заседании областной комиссии. И были приведены очень много примеров, по которым отключались предприятия, в том числе водоканалы, причем очень крупные структуры. Поэтому для того, чтобы мы уверенно себя чувствовали, для того, чтобы мы обеспечили себя водоснабжением, водоотведением, то, что необходимо для жизнедеятельности населения, еще раз призываю всех, вовремя оплачивать потребленные услуги водоснабжения и водоотведения. Уже пошло накопление. Я вам говорю, сейчас не буду называть подробности, если брать отсчет с нового года, то в том числе по работникам предприятий некоторых уже пошло накопление долгов. Это и, к сожалению, желтовостеплосеть, и Восток, и Восток Руда, и местные видделосвиты, и промтехнологии. Уже пошло накопление. Это по работникам предприятий. Когда предполагаются достаточно жесткие меры работы с должниками, а именно мы обсудили вопрос объединения в одно исполнительное производство дел по одному должнику, если сумма превышает 10 минимальных заработных вклад, то это минимальное производство будет направлено исполнительно на то, чтобы обеспечить выполнение решения судов путем наложения ареста на недвижимое имущество. При этом снять арест с этого недвижимого имущества можно будет только на основании решения суда. Когда я слышу жалобы от жителей, что зачем это такие русские меры, надо посмотреть, как работают коммунальные предприятия, но в данной связи, например, водоканал поставляет воду, как правило, по счетчикам. Вода получается практически, если за нее не платят, а тем более если там идет разворование, то все должны понимать, что водоканал предприятие, которое должно рассчитываться за свет само, за сырье, материалы, выплачивая заработную плату, ну а по свету мы с директором водоканала разговор очень жесткий, очень жесткий. Нет денег за проплату за свет, извините, будем отключать. Мало того, сейчас стоит вообще вопрос о том, что они за электрическую энергию будут оплачивать предоплаты, вообще предоплаты. И здесь вот есть нестыковка между тем, что жители оплачивают по факту, а предприятию требование выдвигается оплачивать на период, то есть предоплаты. Вот предприятие еще более жесткие условия поставлены, в этой связи вот такая вот, в такой ситуации есть такое решение, что как-то стимулировать тех, кто не хочет платить. Значит, не хотите платить, не пользуйтесь услугой. Вы когда в магазин приходите, хлеб покупаете, вы же деньги платите, вам же бесплатно не дают, не дают, если бесплатно, тогда можно побираться, входить. В данном случае водоканал, это не благотворительная организация, и оно должно рассчитываться, в том числе, за электрическую энергию. Вопрос очень жестко стоит, очень жестко. Нет денег за свет, отключают. Мало то, еще раз повторяю, стоит вопрос о предоплате за электрическую энергию, о предоплате, и том, что жители оплачивают по факту выполненных работ, выполненных предоставленных услуг. Поэтому, пожалуйста, по водоканалу, если услуга же есть, но услуга есть, если у вас нету, не было воды, активуйте. Водоканал знает, в аварийной ситуации. Если вода была по факту, извините, значит, за фактически полученный товар надо оплачивать.